Наша тема – это библейские основания политики и права. И, наверное, лучшим таким образом зримым, который эту тему воплощает, является вот эта картина. Это роспись старого здания Верховного суда в Лозане в Швейцарии. И центральной фигурой в этой картине является женская фигура, изображающая справедливость. И в отличие от древнегреческой богини справедливости, она держит в руках весы, но при этом глаза ее не завязаны, она не слепая. При этом весы в правой руке – это главная ее задача, это определение, кто же прав, кто не прав. А в левой руке у нее меч. И то, что меч находится в левой руке, свидетельствует, что наказание не является главной целью. Вот, то есть меч – это вспомогательное орудие. Но, опять же, мечом она указывает на раскрытую Библию. И голова ее озарена светом Божественного Откровения. То есть Библия, Божественное Откровение является основой справедливости. Задача справедливости – это определять соответствие и нет Божественному Откровению. И главным инструментом для этого является Библия. Указывается она именно на раскрытую Библию. На нее взирают судьи. Вот, здесь внизу изображены люди, которые судятся друг с другом. И юхриисты, которые тоже все взирают на справедливость. То есть справедливость является ключевым понятием, ключевым образом для всей судебной системы и основанием политики и права. Зачем нужно нам изучать эту тему? Фрагмент письма Джона Адамса, первого вице-президента Соединенных Штатов Америки и второго президента Соединенных Штатов Америки, своей жене Абигейл, который он написал в 1780 году. Соединенные Штаты Америки, как вы видите, всего несколько лет назад начали борьбу за независимость от колониального гнета английского. И вот этот человек, который являлся одним из государственных лидеров новой страны, пишет в своей жене следующее. Я должен учиться политике и военному делу, чтобы у моих сыновей была свобода учиться математике и философии. Мои сыновья обязаны изучать математику и философию, географию, естествознание, кораблестроение, навигацию, торговлю и сельское хозяйство, для того чтобы дать своим детям право изучать живопись, поэзию, музыку, архитектуру, скульптуру, искусство гобелена и керамики. То есть, если мы намерены строить общество, которое будет гармонично включать в себя все условия для творческого развития личности, то в его основании должно быть нормальное развитие науки, ремесла. Но фундаментом для этого должны являться научные исследования, которые в свое время базируются, в первую очередь, на политических принципах. И если у нас нет правильно заложенного фундамента в политических принципах, любые построения, которые мы делаем на этом фундаменте при созидании общества, будут, в общем-то, скорее всего, неправильными, а зачастую и обречены на права. Самым первым вопросом, который мы с вами должны рассмотреть, это вообще происхождение власти и законов. Откуда происходят власть и закон? Ну, такая в популярной атеистической литературе, в светской литературе, представляется идея, что закон сформировался на протяжении истории, когда люди эволюционировали из животных, и дабы разрешать возникающие между ними конфликтами, они начали создавать какие-то между собой договоренности, стали формироваться законодательные принципы, вот эти законодательные принципы стали переходить в законодательные системы, а потом уже в свое время Моисей собрал законодательные системы, существовавшие до него, в своих трудах, которые получили название Пятикнижие Моисеева, и таким образом, якобы, происходит, отсюда происходит, собственно, законодательство. Почему? Потому что до нас дошли более древние законодательные системы, чем Пятикнижие Моисеева. И именно на том, что на существовании более древних законов, чем закон Моисеев, и основывается аргумент, что раз те законы были более древними, значит, они являются первичными, значит, Моисей таким образом на основании тех законов создал свои законы. Насколько состоятельная такая точка зрения? Ну, давайте с вами посмотрим. Например, мы знаем, что книга Иова была написана до Пятикнижия Моисеева. Но значит ли, что происходящее в книге Иова, что происходящее в книге Иова происходит до событий, которые происходят в книге Моисеева? Конечно, нет. В книге Бытие говорится о возникновении мира, о всемирном потопе. Все эти события, естественно, происходят до событий, которые описывает книга Иова. Книга Моисеева написана позже, но описывает более ранние события, которые даны и были Моисею в виде откровения. Точно так же законодательная система, данная в виде откровения, она точно так же может, не очень обязательно базируется на тех законодательных идеях, которые были до этого. Ну, самым древним, известным законодательством дошедшим до нас является так называемый Кодекс Хаммурапи. Он был создан примерно в 1759 году до нашей эры, и он представляет собой действительно такую законодательную систему из 282 статей. 282 статьи. До нас они дошли, сохранились, потому что они были выбиты на каменной стели при помощи клинописи. И закон Моисеев появился примерно, ну, разные существуют датировки, но такая более-менее общепринятая, примерно 1440 год до нашей эры. Вот, то есть он появился, как мы видим, на целых 300 лет позже. И исходя из этого, как раз и выдвигается предположение, что Моисей использовал законы Хаммурапи для формирования своего закона. Но при этом мы должны понимать, что закон Моисеев в общей сложности раввины насчитывает в нем 613 заповедей различных, из которых 10 заповедей являются основными, то самое деколог, 10 заповедей. А остальные заповеди являются уже их конкретными приложениями, производными от них, но при этом Писание подчеркивает, и впоследствии это подчеркнуто и Иисусом, и раввинистическим учением начнем приниматься, что 10 заповедей, опять же, не самый главный авторитет в Библии. Потому что существует наивысшая заповедь. Вот, и помните, к Иисусу подошел, когда книжник и спросил, какая из всех заповедей наивысшая, мы об этом будем говорить более подробно, но Иисус не указывает ни на одну из 10 заповедей. Наивысшая заповедь, это заповедь, которая еженедельно читалась в синагогах, и книжник ответил, да, действительно, это и есть наивысшая заповедь. Нам она больше известна, чаще всего цитируется в ее краткой форме, как в Евангелии от Матфея, потому что Матфей это еврей, который пишет евреям, и читатели понимают, о чем идет речь. И нужно понимать, что произнесенные слова не являются самой заповедью. В то время еще не было в Библии разделения на главы и на стихи, и если мы хотели сослаться на какой-то текст, то нужно было процитировать часть этого текста, это была ссылка. Марк, который является евреем, пишущим для римлян, он более расширенную форму этой заповеди дает, то есть краткая форма это люби к Бога своего, всем сердцем, всем душой твоей, всем крепостью твою, но это лишь ссылка. Вся заповедь это «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть, люби Господа всем сердцем, всей душой, всеми силами своими, и навяжи эти слова в повязке на глаза твои, будут они пусть на руке твоей, напиши на косяках дверей твоих и на воротах твоих». То есть все, что ты воспринимаешь в этом мире, все, что видишь, все, о чем думаешь, ты должен воспринимать только исходя из того, что есть только один Бог. Все, что ты делаешь, символ повязки на руке, все, что ты делаешь, ты должен делать исходя из того, что есть только один Бог. Напиши на косяках дома твоего, значит, что все, что в доме твоем происходит, должно происходить, исходя только из этого, и на воротах напиши, то есть все внешние должны знать, что в твоем доме есть только один Бог. И дальше говорится, что и внушай это детям твоим, и говори им, сиди за столом, иди дорогой. То есть обязанность родителей передать это своим детям, и когда спрашивают, а почему в 10 заповедях есть заповедь об ответственности детей по отношению к родителям, да, почитают твои мать, а заповеди об отношении, об ответственности родителей по отношению к детям среди 10 заповедей нет. И там нет, потому что это часть главной заповеди, которая стоит еще выше, чем 10 заповедей. Ну, об этом мы по ходу дела будем более подробно говорить. И вот эти вот 613 заповедей, получившие название Галахов, далее понятие Галаха стало более расширенно толковаться евреями и восприниматься как еще дополнительно устная Тора. Но сама структура, как мы видим, не копирует кодекс Хаммурапи. То есть если и предположить, что Моисей что-то брал у Хаммурапи, то, во-первых, мы должны понять, что это он тогда получается, что он значительно переработал. То есть полностью изменена вся система. Но давайте еще посмотрим на содержание. Соответствует ли содержание кодекса Хаммурапи и закона Моисея. Вот, собственно, стелла, на которой выбита клинописью статьи кодекса Хаммурапи. Причем обратите внимание, что наверху стеллы изображение самого Хаммурапи, и он получает закон от солнечного бога Шамаша. То есть идея, уже концепция изначально заключается в том, что царь не является источником закона. Закон царю дается свыше. Поэтому, допустим, уговаривать царя изменить закон является идеей бессмысленной. Потому что закон это что-то, что стоит над царем. И вот это мы находим в самых древних законодательных системах, уже отображенным. Но, так или иначе, давайте посмотрим на отдельные статьи. Царь Хаммурапи, он жил с 1793 года по 1750 год до нашей эры. И он является шестым царем первой Вавилонской династии. Вторая статья кодекса Хаммурапи гласит следующее. Если кто выдвинет обвинение, и обвиняемый пойдет к реке и прыгнет в нее. Если он утонет, обвинитель должен забрать все имущество его дома. Итак, вторая статья кодекса Хаммурапи. Если кто выдвинет обвинение, и обвиняемый пойдет к реке и прыгнет в нее. Если он утонет, обвинитель должен забрать все имущество его дома. Но если река докажет, что обвиняемый не виновен, и он избежит фреда, выдвинувший обвинение повинен смерти. А прыгнувший реку должен забрать имущество дома, принадлежащее его обвинителю. Итак, очень интересное положение. Первое, для того, чтобы на человека пало подозрение в вине, достаточно, чтобы его кто-то обвинил. То есть, такое понятие, как презумпция невиновности, отсутствует напрочь. Я могу любого человека обвинить, и теперь это его обязанность доказать, что он не виноват. Не я должен его вину обосновать. А я могу идти по улице и всех подряд обвинять, и теперь все они должны прыгать в реку. То, что я говорил, наивысшая заповедь. Очень интересно, что люди, не понимая полный смысл наивысшей заповеди, потому-то и не понимают образ в книге Откровения, что будет наложена печать на чело и на руку. То есть, то, что люди еженедельно в синагоге слышали, что да будет это на челе вашем и печатью на руки вашем, то, что только есть один Бог. То есть, речь идет о том, что люди будут добровольно подчиняться зверю, а не Богу. А не видя вот этой связи с главной заповедью, люди какие-то не придумывают, что это и чип под кожу будут зашивать, и налоговый номер, и прочее, прочее, прочее. Вторым моментом является способ определения степени вины через умение плавать. То есть, если человек умеет хорошо плавать, то он всегда будет невиновен в любой ситуации. И если я, допустим, хорошо плаваю, у меня есть богатый сосед, который плавать вообще не умеет, то у меня есть вполне хороший способ завладеть его имуществом. Но я за это точно так же отвечаю своей жизнью и своим имуществом. Далее, очень интересно, что зачастую достаточно не только обвинения, достаточно даже подозрения во длинных случаях. Например, 132-я статья. Если кто укажет на замужнюю относительно иного мужчины, но она не была застегнута спящей с другим мужчиной, она должна прыгнуть в реку ради своего мужа. То есть, тут уже мы видим, что тут даже не нужно обвинения, достаточно одного лишь подозрения. И если в первом случае, когда речь идет об имущественных отношениях, то обвинитель несет ответственность за ложное обвинение, даже если такой удивительный, мягко говоря, способ определения, ложное обвинение или не ложное, то тут муж в своем подозрении вообще никакой ответственности несет. И поэтому через способность плавать можно менять жен каждый месяц только лишь потому, что вот мне кто-то указал на то, что ты была с другим мужчиной. То есть, мы видим, что ничего подобного тому, что мы читаем в законе Моисеевом, в законе Хамурапи нет. И наоборот, закон Хамурапи не дает указаний относительно того, что мы находим в книге Моисея. Вот то, как определяет закон Моисеев, сам закон Моисеев. Второзаконие, 4 глава, 5-8 стих. Помните о содержании книги Второзаконие. Когда Моисей вывел Израиль из Египта, то народ израильский, он продолжал сохранять рабский менталитет. То есть, знаете, есть такая поговорка, что понадобилось, Моисею одна ночь понадобилось, чтобы вывезти Израиль из Египта, и 40 лет понадобилось, чтобы вывезти Египет из Израиля. Потому что люди, которые были по менталитету своими рабами, они были еще не в состоянии созидать свое собственное государство. У них не было политического сознания. Там вот страшно, там ответственность, там риск. А вот давайте пойдем обратно в Египет. Там была и бесплатная рыба, и колбаса по 2,20. Чеснок, гробы, достаточно гробов, что там убирать. Нам это более-менее понятно, потому что наши народы пережили более 20 лет тому назад великий исход из Египта коммунизма в пустыню демократии. И мы сейчас находимся в середине вот этой пустыни, и все конфликты, которые мы наблюдаем, начиная от политических и заканчивая военными. Ведь это же, по большому счету, конфликты того же самого толка между людьми, которые давайте пойдем обратно, пусть у нас должно быть точно так же, как у наших отцов, и людей, которые давайте все-таки двигаться вперед, потому что наши дети должны жить не так, как жили мы. И мы с вами это все очевидно видим во всех заголовках газет, во всех новостях. И таким образом Бог отправляет Израиль на 40 лет на переэкзаменовку в пустыне. За 40 лет полностью все поколение, которое жило в Египте, вымирает. Вы знаете, есть такой интересный фильм, «Мандервиль», по-моему, называется, название города, где одна женщина оказывается в южном стаде США на одной из плантаций, где живут негры, которые не знают, что уже сто лет как рабство отменили. И они продолжают жить там как рабы, и у них полностью поддерживается та же самая система. И она начинает говорить, что уже сто лет рабство не существует, вы уже свободные люди, а они не знают, что же им делать, что это обозначает. Вы знаете, вот когда мы были рабами, нас всегда в 7 часов вечера кормили ужином. А когда ужинуют свободные люди, мы не знаем. То есть люди, которые выросли в рабском состоянии, у которых нет представления об ответственности, об инициативе и прочее, они не в состоянии создавать что-то новое. И вот за 40 лет вот это поколение, вышедшее из Египта, полностью услало пустыню своими телами. И мы должны понимать, что книга Бытия, книга Левит имеет совершенно другую целевую аудиторию, чем книга Второзакония. Книга Второзакония написана уже для совершенно другого поколения. Это поколение, которое не видело всех чудес, с которыми Израиль исходил из Египта. И вот для этого нового поколения полностью дает Господь через Моисея вот такой вот обзор всего закона и подводит вывод к этому. Итак, Второзакония, 4 глава, 5-8 стих. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы владеть ее. Итак, храните и исполняйте ибо их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда бы, когда не призовем его. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Тут можно видеть сразу два момента. Первый момент – это который неоднократно упускали евреи на протяжении всей своей истории. Евреи являются избранным народом. Что это значит? Это значит, что они сами по себе особенные, отличные от других? Или это значит, что в божьем плане для них есть какое-то особое предназначение? То есть, избрал Бог евреев за что-то или для чего-то? И мы видим действительно, что уже начиная со… Бог, собственно, не избирает, как увидел евреев и избрал их. Бог избирает Авраама за его послушание, за его веру. Он вменяет ему эту веру в праведность и заключает с ним завет. И через него заключает завет с его потомками. Евреи – это, собственно, его потомки. И сказано, что в тебе благословятся все плены на земле. То есть, еврейский народ избирается для того, чтобы быть благословением всем народам. И теперь, когда дается закон, то закон дается не только для того, чтобы евреи могли жить в соответствии с законом, но чтобы это было свидетельством перед всеми остальными народами. Обратите внимание, значит, храните и исполняйте эти постановления и законы, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов. То, что вы сами между собой по законам будете жить, как вот теория происхождения права, мы об этом будем подробнее говорить, это одно, что между собой жизнь еврейского народа полностью регулируется законом. Но это еще мудрость ваша и разум ваш перед глазами народа. Все остальные народы тоже должны видеть то, как вы живете по закону. И дальше, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут, только этот народ великий и мудрый и разумный, не потому, что они самые умные, и не потому, что они самые разумные, не потому, что они самые способные, а потому, что Бог у них самый настоящий. Все остальные боги – это ненастоящие боги. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были столь близки? То есть есть великие народы, вавилонский народ, там, Египет, прочее. Вот, это великие же народы. Но ни у одного из великих народов нет такого, чтобы Бог был к нему так близок. Вот, и, значит, как близок к нам Господь Бог, когда не призовем его. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления закона? То есть второй важный момент – это то, что ключевым понятием закона Моисея является понятие справедливости. То есть справедливость законов является свидетельством всем остальным народам. Все остальные критерии – там, закон сложный, закон хитрый, закон простой или прочее – не принципиально. Принципиально справедливый этот закон или несправедливый. Таким образом, понятие справедливости является ключевым для закона Моисея. Далее следующее отличие закона Моисея от закона Хамурапи – это то, что закон Хамурапи делает основной акцент на имущественных отношениях. Кто у кого что забрал, кто кому что дал. А закон Моисея делает акцент на межличностных отношениях. Главная задача – это строить межличностные отношения, чтобы люди находились в гармонии друг с другом и чтобы люди находились в гармонии с Богом своим. Именно отсюда происходит, допустим, если я у кого-то украл овцу, я вернул овцу, ну все, мы с тобой рассчитались. Так это или не так? Нет, конечно, потому что нанесено оскорбление. Я посягнул на твои права, я посягнул на твое имущество. Не проходит, знаете, популярный вариант. Ну и что, что я оскорбил вашу даму, оскорбите мою даму, и будем в расчете. Значит, если у человека нашли, значит, украл овцу, значит, он должен сверх этого еще две овцы вернуть для восстановления справедливости. Если же эту овцу я не просто украл, но еще и зарезал, то есть ту самую овцу, в которую человек вкладывал время, заботу и прочее, уже вернуть не в состоянии, он тогда должен дать четыре овцы. Помните, когда приходит пророк Нафан к Давиду, и, значит, у него первая реакция была эмоциональная, что достоин смерти этот человек, потому что Давид был человеком горячим. Но тут же он, как человек по сердцу Божьему, вспоминает о законе, и за овечку он должен вернуть четыре овечки. Понятно, что если бы его убили, то он уже четыре овечки вернуть не может, то есть первый был отлик чисто эмоциональный, а потом уже он по закону. Говорит, как же должно быть? Почему? Потому что должны быть восстановлены межличностные отношения, и просто возврат забранного не восстанавливает того, что мы сегодня называем нанесение морального урона. При этом мы должны понять, что Божьи заповеди, они вне времени, и они отражают неизменный Божий характер. Бог не меняется. Нравственный закон, который дает Бог, это отображение Его вечного и неизменного характера. И десять заповедей отражают почтение к родителям, святость жизни, верность в браке, уважение собственности, честность. Очень интересно, что именно по этой причине, например, нарушение десяти заповедей в Израиле карали смертной казни. Почему? Потому что это грех против Бога, а не против человека. То есть единственной причиной смертной казни, по сути дела, в законе Моисееве является хула на Бога. Но хулой на Бога является, например, убийство человека. Шестая глава книги, девятая глава книги «Бытия», кто прольет кровь человека, кровь того прольется рукой человека, потому что человек создан по образу подобной Божьей. То есть посягая на человеческую жизнь, я посягаю не просто на жизнь какого-то живого существа, я посягну на образ Божий. Или, например, сексуальные грехи. Библия говорит о двух видах сексуального греха. Это блуд и прелюбодеяние. Блуд – это сексуальное отношение вне брака, прелюбодеяние – это супружеская измена. Грехом является и то, и другое. Казалось бы, действие – это в беих случаях одно и то же, но при этом блуд, являясь грехом, не наказывается смертью. А прелюбодеяние наказывается смертью. Почему? Потому что это хула на Бога. Потому что отношение завета между мужчиной и женщиной отображают отношение завета в Боге, Отца, Сына, Святого Духа. Отображают отношение завета Бога и Божьего народа. И таким образом супружеская измена является хулой на Бога. Таким образом, вот эти 10 заповедей являются отображением неизменного Божьего характера. И как бы ни менялась культура, как ни менялись бы технологии, Божьи принципы неизменны. Как говорит Писание, Бог не лицеприятен. Он не смотрит, в хозяйственном обществе выросли или в индустриальном. Грамотный вы или неграмотный. Бог, Он един. Бог, Он един как для верующих, так и не для верующих. И принципы, заложенные в закон, едины для всех. И при этом Писание говорит, что следование Божьим заповедям является благословением не только для человека, но и для всего народа. Тот народ, в основании жизни которого заложены Божьи заповеди, мы уже с вами говорим о политике. Мы говорим с вами о формировании общественной жизни. То есть понятие политика, мы обычно к чему привыкли? В парламенте заседают, олигархи что-то делят. Речь идет о том, как жить народу. Не просто мне лично, не просто моей семье, а как мне с остальными людьми быть в отношениях. И выясняется, что по Писанию благословением для народа является следование Богом. Следование Божьим заповедям. 1 Царств 2.30. «Прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Псалтырь 9.18. «До обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога». То есть речь идет не просто о нечестивцах лично, которые будут, значит, обращен в ад, а о целых народах, которые забывают Бога. Псалтырь 32.12. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог. И только общество, построенное на неизменных нравственных принципах, способно устоять». Таким образом, изучение Библии, оказывается, является фундаментом политологии. Что такое политология? Само слово «политика» происходит от греческого слова «полис», «город». «Политик» — это гражданин, горожанин. То есть наше слово «гражданин» происходит от слова «горожанин», как слово «политика» от греческого «полис». Самое первое государственное образование — это были города государства. То есть политика — это не что иное, как организация общественной жизни, организация жизни народа. И только там, где организация общественной жизни базируется на библейских принципах, на вот этих неизменных божьих заповедях, только там действительно может быть справедливый закон, справедливая власть, справедливый суд, справедливое общество. Справедливость является ключевым понятием закона Моисеева. Причем нужно понимать, что Божий закон в Библии мы обнаружим еще до Моисея. То есть если через Моисея была дана уже конкретная законодательная система народу, то всему человечеству закон был дан и до этого. Помните, когда Иисуса спросили о разводе? «По всякой ли причине можно разводиться с женой своей». Иисус дает ответ, и тут фарисеи возмущаются. А как же так? Моисей же заповедал давать разводное письмо, и так разводиться с нею. И тут они уже, собственно, лукавят. Потому что вот эта фраза «Моисей заповедал давать разводное письмо и так разводиться с нею» автоматически предполагает, что Моисей заповедал разводиться. Ничего подобного в заповедях Моисеев мы не находим. Далее Моисей, но уже сама вот эта фраза, то есть якобы истинному утверждению, что Моисей заповедал давать разводное письмо, привязывается другое, и как бы автоматически оно тоже должно становиться истинным. Но оно к закону Моисееву никакого отношения не имеет. Первое тоже не совсем верно, потому что да, в разводном письме у Моисея речь идет, но не сказано «заповедую вам давать разводные письма». На самом деле текст, на который они ссылаются, следующее, что если человек, ну фраза, которую любят обсуждать братья, найдет в жене что-нибудь противное, фу, противное. Вот, мы сейчас об этом будем говорить, но говорится следующее, что и разведется с нею, и даст ей разводное письмо, а потом она, значит, выйдет за другого, и тот другой тоже разведется с нею или умрет. Первый не имеет права на ней снова жениться. Вот такая заповедь довольно сложная, значит, с целью рядом наборов условий, но является ли это заповедь, заповедью давать разводное письмо? Или это заповедь, запрещающая жениться второй раз на той же женщине, если кто-то, значит, в промежутке уже брал ее в жону? Вот, естественно, это так. То есть, уже в этом проявляют фарисеи свое лукавство. Но, обратите внимание, Иисус даже не углубляется в эти детали. Он говорит, что ведь Моисей не заповедовал, а позволил вам разводиться по жестокосердию вашему. Зная, что вы это будете делать, Моисей указал, как это нужно делать. Вот, и, а дальше мы должны понимать, что слова, которые пошли дальше, они прозвучали, как гром среди ясного неба. Потому что для них, для книжников, для фарисеев, закон Моисеев – это высший авторитет. Моисей – это высший авторитет. И тут вдруг Иисус заявляет, что Моисей вообще-то высшим авторитетом не является. А сначала не было так. То есть, оказывается, что изначальный Божий замысел стоит выше, чем закон Моисеев. Закон Моисеев – это же временное постановление. Он, как в Писании говорит, закон был дан позже по причине греха. Но вначале не было так. В изначальном Божьем замысле места для развода не было. И таким образом мы должны понимать, что изначальный Божий замысел является исходным положением для всех остальных постановлений Библии. Каков же изначальный Божий замысел? Читаем Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Итак, мы видим, что изначально у нас есть какое-то изделие, например, вот этот указка. Но если бы мы не знали, что это такое, в ней не батарейка, она не работает, и мы хотели узнать, что это такое. Ну, мы могли бы попробовать взвешивать ее, применять разным способом, разным другим целям, гвозди попытаться ее забивать, орехи колоть, бабушке-соседке помочь полочку привесить. Но узнаем ли мы таким образом, каково ее предназначение? Скорее всего, нет. Для того, чтобы узнать назначение изделия, нужно что? Прочесть инструкцию изготовителя. Инструкция изготовителя начинается с того, как раз всегда, что указывает, каково назначение изделия, зачем это изделие было сделано. Далее описываются его свойства, способы эксплуатации, возможные проблемы и способы их устранения, гарантии, которые дает изготовитель. Ну и, как всегда, в конце инструкции изготовителя говорится, что если вы изделие использовали не в соответствии с предназначением, рекламации не принимаются. Точно так же, и вы скажете, я же при помощи нее полочку бабушки повесил, соседки нуждающиеся, я же доброе дело делал. Может, вы и делали доброе дело, но изделие вы использовали не в соответствии с инструкцией изготовителя, а по своему собственному усмотрению. То же самое, точно так же у нас есть Библия, инструкция нашего с вами изготовителя, ну вот, которая точно так же говорит о свойствах изделия, о возможных проблемах, способах устранения, дает гарантии изготовителя, в Библии они называются обетованиями. Точно так же сказано, что если эксплуатируется не в соответствии с инструкцией изготовителя, рекламации не принимаются. Бог в ад никого не посылает, люди сами туда идут, не желая действовать в соответствии с инструкцией изготовителя. И вообще отцы церкви говорили, что ад – это одно из доказательств милости Божьей, что Бог настолько любит мир, что специально даже создал место, специальное для тех, кому невыносимо его присутствие, проявляя в том саму тоже свою благодать. Но точно так же мы видим уже в самом начале, начинаем инструкцию изготовителя, первым делом написано «назначение изделия». Читаем. «Назначение изделия, значит, сотворим человека и довладычествуют они над рыбой морскими, птицами небесными, над скотом, над сей землей, над всеми гадами, пресмякающих по земле». Каково предназначение человека? Господствовать над сей землей. То есть человек был создан для того, чтобы быть князем мира сего. Другой вопрос, как мы знаем, что человек послушал сатаны, кто кому подчиняется тому и раб, и человек утратил это свое изначальное предназначение. Но целью было именно то, что человек должен был господствовать над всем Божьим творением. Андрей Евгеньевич, можно было? Пятая глава, первый-второй стих. «Бог сотворил человека, по подобию Божьего создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя – человек». Кто является человеком, мужчина или женщина? Оба, совершенно верно. Мы видим, каково имя им было, какое имя было дано им при сотворении? Человек. Совершенно верно. Потому что мы должны понимать, что существует на этот счет заблуждение. Мы-то на события, когда мы читаем в самом начале книги Библии, мы-то смотрим на них ретроактивно, вот оглядываясь назад. Уже из нашего нынешнего мира, в котором уже действует грех, в котором уже установлена иерархия. И при этом мы очень часто, сами того не задумываясь, говорим, что вот, значит, в Эдемском саду Адам и Ева. В Эдемском саду не было Адама и Евы. Было два Адама. Слово «Адам» по-еврейски «человек». И каждый из них, и мужчина, и женщина были Адам, и вместе оба они тоже были Адам. В зависимости от того, идет речь о одном лице или о совокупности, употребляется разный артикль. Это Адам и Ха Адам. Но при этом нужно понимать, что там, где употребляется артикль, это не имя. Перед именами артиклей не ставятся. Почему, допустим, потом у арабов Александр Македонский стал Искандером? Потому что они думают, что Александр, Али – это артикль. Но не может быть, значит, как «Алгебраил», слово «алгебра» происходит от этого. Значит, поэтому они «аль» убрали, как будто бы это артикль. Значит, артикль не употребляется перед именами. Поэтому, если в вашей Библии в первых трех главах книги «Бытия», там, где написано слово «Адам» с большой буквы, там, где написано «Адам» с большой буквы, это ошибка переводчика. Потому что нигде в первых трех главах книги «Бытия» слово «Адам» не является собственным именем мужчины. Это всегда слово «человек». Может речь идти о мужчине, может речь о мужчине и женщине, но в любом случае это не имя. Лишь в четвертой главе книги «Бытия» впервые слово «Адам» появляется без личного имени. Ну, в послании Павла там более сложно, потому что, во-первых, это уже по-гречески. Во-вторых, все-таки идет, первый, «Адам» – это не мужчина, а мужчина и женщина. Но при этом мужчина является представителем, потому что и женщина образована из мужчины. То есть, поэтому и мужчина точно так же, может быть, пониматься и так, и не так. Павел пишет о том, что он, по сути дела, является представителем всего человечества. То есть, в этом единичном или в совокупном «Адаме» все человечество согрешило. Точно так же, как в единичном, значит, или совокупном «Адаме» Христе все человечество получает спасение. Вот параллель, которую в первом послании Коринфянам проводит апостол Павел. Вот. То есть, таким образом, имя было дано человеку изначально. Мы будем, опять же, подробнее говорить позже, но о появлении первой иерархии, и почему и когда получает, допустим, мужчина право дать имя своей жене. Вот. Хотя вы уже читали и, в принципе, знаете. Вот. Но обратите внимание, изначальный замочел. Человек обладает творением, а люди принадлежат Богу и друг другу. То есть, человек не главенствует над человеком. Между людьми отношение, значит, человек обладает творением, принадлежит человеку. И вот эти две функции, которые изначально присущи человеку, функция обладания и принадлежности, они, собственно, отображают сущность человека. И сегодня, допустим, живя в падшем мире, когда принадлежность человеку к человеку разрушена, в результате грехопадения, каждый человек хочет быть сам по себе, каждый человек хочет быть сам, как Бог, сам решает, что хорошо, что плохо, и при этом плохо человеку, и он при этом понимает, что нехорошо человеку быть одному. То есть, самая большая проблема, человек хочет быть сам, но не хочет быть одиноким. Он хочет всем обладать, но при этом в человеке, заложая эта нужда, кому-то принадлежать Плохо человеку, когда он ничей Это самая большая трагедия падшего мира Потому что в человеке изначально было творением он должен обладать А друг другу и Богу люди должны принадлежать Результат греха – это желание человека обладать человеком Мы читаем, что были наги, опять же, не Адам и Ева, а человек и жена его Оба были наги и не стыдились Они были голые, но они же не были слепые Они же видели друг друга, они же видели, что они голые Почему же это для них не было проблемой? Потому что принадлежать друг другу это никаким образом не мешало Потому что они были единым целым Нагота становится проблемой, когда я вместо того, чтобы отдавать себя Вместо того, чтобы быть чьим-то, чтобы принадлежать другому Я хочу обладать другим То есть не только творением обладать, но человек захотел обладать человеком Это если я хочу обладать им, значит он хочет обладать мной А я-то не защищен никаким образом И человек пытается защитить себя от несанкционированного обладания Он, человек защищает себя от обладания человеком при помощи опоясаний из фиговых листьев Человек пытается защищать себя от несанкционированного обладания Богом, прячась за деревьями Рая, то есть внешний вид человека не изменился Но при этом изменилась его сущность Потому что произошел вот этот конфликт разделения между этими функциями обладания и принадлежности Но это вопрос не по теме, поэтому мы его потом, значит Значит, у нас даже отдельный курс будет по этому поводу, антропология Где мы уже будем эти вопросы были подробно рассматривать Результат греха Человек желает обладать человеком И вот тут-то Бог устанавливает иерархию К мужу твоему влечения твое, и он будет господственным тобой Вот очень интересный момент То есть, смотрите, когда человек впервые видит свою жену Какие его первые слова? Ну, первое было Да, первое было Вау! Вот, наконец! Вот, а дальше, дальше идущие слова, это не просто, это не просто текст Это, на самом деле, это стихотворение, это поэзия То есть, человек увидел и запел Вот самые первые слова человека, отображенные в Писании, это песня Это плоть от плоти моей Это кость от кости моей Наречется она супруга Потому что взята от супруга Вот, ну, глупая песня, я согласен Но, вы же понимаете, это поет влюбленный мужчина А что может умного сказать влюбленный мужчина? То есть, влюбленность это такой специально Богом заложенный механизм Что там, бац, и мозги отключились Вот, потому что в здравом уме и доброй памяти Кто возьмет на себя ответственность создавать семью? Вот, и, значит, ну, мелодию, правда, я за мелодию не отвечаю Вот, но отвечаю за слова Перевод современный назовется она Жена взята от мужа или женщина потом взята от мужчины Не совсем корректен Потому что теряется очень важный момент Потому что, если я, допустим, родился мальчиком То я вырастаю в мужчину вне зависимости от того Есть у меня женщина или нет Если бы я родился девочкой, я бы вырастил женщину Вне зависимости от того, есть у меня мужчина или нет А вот супругой или супругом невозможно быть самым по себе Супруга или супруг может быть только по отношению к кому-то другому Вот этот принцип принадлежности заложен в этих терминах Потому что там стоит одно и то же еврейское слово в женском и мужском роде Иш и Иша То есть это имя у них одно, человек, а друг по отношению к другу они Иш и Иша Они принадлежат друг другу Вот И обратите внимание, перед этим Бог привел перед человеком всех животных И человек нарек имена всем животным И это на самом деле не что иное, как знак высшей власти То есть только Только высший может давать имена низшему Равный равному имени дать не может Тем более низший высшему не может дать имени Родители дают имена детям Хозяева дают имена своим Рабам, если там не сильно ленивые Там мы читаем в Библии или впоследствии в истории Людей с именами там Секунд, Терций, Кварт, Квинт Второй, Третий, Четвертый, Пятый То есть это были рабы в доме, которым ленивые хозяева вместо имен просто давали порядка времена Вот Или Антон Вот этот По-гречески Не путай с именем Антоний Вот Но Обратите внимание Изначально Бог дал человеку имя Одно и то же имя и мужчине и женщине Человек, мужчина нарек имена всем животным Но вплоть до конца третьей главы книги бытия Имени жене своей он на речь не имеет права Потому что они принадлежат друг другу Они равны в славе Вот Они Никто из них над другим не господствует То есть Если говорить о политической системе и дамского сада То это была анархия То есть не анархия Мы будем дальше опять же говорить подробнее Это отсутствие власти Не от подавления власти на человека Но при этом никто не стремился никем обладать Все стремились только лишь принадлежать друг другу Вопрос Вот мы сейчас к этому идем Мы идем в правильном управлении Раз у вас правильные вопросы возникают Но при этом я был уверен, что вы вообще Библию уже читали Вот Значит Лишь после грехопадения Встает вопрос Теперь я хочу Я сам хочу быть Богом Я хочу, чтобы все было по-моему Во мне поселился грех Вот этот божок Который теперь Денно и ночно молится Да будет воля моя А в другом человеке Его божок молится Это будет воля моя Чья же воля будет То есть оказывается То есть Уже в Эдемском саду возникает ситуация Которую впоследствии политологи стали называть таким понятием Война всех со всеми То есть каждый за свою волю Каждый за свою Должен оставить свой интерес И вот тут-то Если не будет иерархии То это будет хаос Это будет постоянная борьба И вот тогда Бог вводит иерархию И очень интересно Что пал Адам И мужчина и женщина Совокупно То есть они были равны в славе Они равны в вине При своем падении Вот И поэтому Кто из них займет Главенствующее положение С точки зрения справедливости Без разницы По справедливости Оба должны быть наказаны По милости По благодати Бог Никого из них не наказывает Но при этом устанавливает иерархию И то что иерархия установлена Ими такая Что мужчине дается главенство Над женщиной Апостол Павел Это объясняет впоследствии Он объясняет это Чисто хронологическим Принципом Что сначала был сотворен мужчина А потом женщина И что сначала Значит Расслушалась женщина А потом мужчина Поэтому мужчине была дана Власть над женщиной Вот И дается как раз власть Вот в этих вот словах Бытие 3 глава 16 стих К мужу твоему Влечение твое И он будет Господственный над тобой Сегодня опять же В нашем постфрейдовском мире Люди очень часто Как слово влечение Тут же Понимают В форме Сексуального влечения Но здесь об этом В принципе речи быть не может Ведь Сексуальное влечение Было дано И мужчине И женщине Изначально при сотворении И это Часть замысла Потому что Собственно Одним из первых поручений Данным Богу человека Было Плодитесь Размножайте Наполняйте землю Чтобы господствовать над землей Надо было ее Наполнить Вот И поэтому В человека Было заложено Сексуальное влечение Мужчины к женщине И у женщины Влечение к мужчине Точно так же Как у мужчины Влечение к женщине Поэтому здесь Об этом речи В принципе нет Ну Как же нам понять Что же значит эта фраза Ну Есть принцип Толкования писания Что лучшим Толкованием писателя Является само писание То есть Если мы В писании Находим какое-то Непонятное место И хотим выяснить Что же оно значит То нужно найти Точно такое же Утверждение Но в другом контексте Где будет понятно О чем идет речь И тогда Нам станет ясно О чем же была речь здесь И тут уже Нам очень просто Потому что Уже Через пару страниц Библии Мы находим Ту же самую Фразу Но уже более-менее Понятно О чем идет речь Когда Бог Разговаривает С Каином Он говорит ему У дверей Грех Если делаешь доброе Не поднимаешь ли лица У дверей Грех лежит Но ты Господствуй над ним Вот тоже Он влечет Он влечет тебя К себе Но ты Господствуй над ним Вот так же Самое выражение Влечение Господства Повторяется В один-в-один Мы понимаем Что в данном случае Это иносказательно Понятно Что никакое там Животное Под названием Грех Не валяется У порога Вот Что лежит У дверей Это значит Что вот-вот Войдет Значит Есть реальная опасность Грех Хочет тебя Подчинить Себе Но ты Будешь Господствовать над ним Вот И это же То есть Эта же фраза Употреблена Здесь в третьей главе Книги Бытия То есть Речь идет о том Что ты будешь Хотеть подчинять Своему мужа Но он будет Господствовать над тобой Вот То есть Желание Господствовать Взаимное Желание Обладать Друг другом Взаимное Которое Пришло Вместо Желания Принадлежать Но при этом Устанавливается Значит Господство Муж будет Господствовать Над женой Вот И Только тогда Только после этого Человек Дает имя Своей жене То есть Только когда Было Что Значит Еще рано Значит Только после Только после того Как была Установлена Иерархия Только после того Как Мужчина Получил Главенство Над женщиной Только тогда Он Нарекает Имя своей Жене То есть Он получил Власть До этого Власти Не было Ни у кого У человека Он Он Четвертой 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 Подствует Над ними Требовать Своего Независит Это мужчина Или женщина Вот Бог Устанавливает Иерархию Муж Имеет Власть Над своей Женой Вот Не любой Мужчина Но Любой Женщина Потому что Это тоже Иногда Передергивается Когда Жены Ваши В церкви Молчат Зонам Слово Не давали Ты что Ты определись Какое именно Ты имеешь дело Потому что Ты им предложение Делаешь Писание Говорит Жены Ваши Это значит Что ты Предлагаешь Ей Стать твоей Женой Это не то Что раз Ты в брюках Значит Ты командир Завгар Заведующий Гаремом Теперь Все сестры В церкви Все сестры В церкви Должны быть В твоем подчинении Вот Речь идет о том Что мужчина Отвечает за то Как женщина Себя ведет в церкви И опять же Это речь идет о женщинах Значит Опять же Мы помним Что это первое послание Коринфянам И там До этого Речь идет о совершенно Других женщинах Которые в церкви Проповедуют Молятся вслух Значит Но тогда Они должны на себе Иметь Значит покрывать голову Знак власти мужа Они же не могут Пророчествовать Или молиться вслух При этом молча Ну вот Просто В коринской церкви Были два типа женщин Первая Это женщины Скорее всего Из евреек Потому что В еврейской культуре Женщины все Были грамотными Они знали писание И они в церкви Несили служение Словом Вот И при этом Говорится Что в соответствии С установленной иерархией Они несут служение Но должны это делать В соответствии С культурными требованиями Как проявляется Власть мужчины И женщины Именно в этой культуре Вот С другой стороны Женщины Которые скорее всего Были не грамотные Из язычников Не образованные Которые у мужей Начинали Походу Смотреть А что это он сказал А что это значит И прочее И там скажут Что пусть они у вас В церкви молчат А потом дома Вы уже им все Объясните То есть молчать И покрывать голову Это две разные Катериории женщин У нас же чаще всего Значит Мужчина хозяин Над всеми женщинами В церкви Глава Потому что он в штанах Вот И второе Значит Это то что Она должна одновременно И молчать И покрывать голову Вот То есть Господство мужа Над женой А не всякого мужчины Над всякой женщиной Вот Что касается Обладать Подчинять себе Манипулировать Вот То тут Мне вам рассказывают Всякие Вы взрослые люди В жизни Много повидали Вот Значит Но мы Далее Ввиду Приумножения Греха Бог Уничтожает Мир потопом Если до этого Все что было Бог заключает Завет с человеком Давая ему Казание Обладать Творением Но человек Начинает Обладать Не только Творениями Людьми Ну вот Бог Грех Преумножается Бог Уничтожает Мир Потопом И уже По сути дела Завет с Адамом Вот этот самый первый Закон Мы По большому счету Называть Законом Не можем В полной Мере Потому что Там были Указания Относительно Предназначения Относительно Того Что Но не Была Как бы Система Наказаний Обратной Связи Да И да Еще к вашему вопросу Относительно Там Болезни Природах И прочее Это не является Проклятием Это не является Наказанием Это Бог Констатирует Факт То есть Если я Каковы Последствия Грехопадения То есть У человека Предназначение Планицей Размножаться И возделывать Божье творение Но До грехопадения Это Доставляло Исключительно Радость И Значит Рождение детей Должно было Доставлять Исключительно Радость И труд Творческий Человека По возделыванию Творения Должен был Доставлять Исключительно Радость Результат грехопадения – это по-прежнему и созидательный труд, и рождение детей – это будет радостью. Но теперь, кроме радости, это будет обращено болью, страданием, в боли будешь рожать детей, в поте леса своего будешь добывать хлеб свой, земля при… Ну да, но не то, что он будет есть, так аж потеть, как ешь поте, работая мёртвее. На самом деле, фразеологический оборот обозначает, что зарабатывать на еду, будешь в поте лица, а земля будет произрастать тебе черния и волчьицы. Как вот, если я ребёнку говорю, не суй пальцы в розетку, будет больно, он ослушался, сунул пальцы в розетку. Ему больно, он плачет, и мне понятно, что мне, с одной стороны, его жалко, но при этом самое сильное моё чувство в данный момент – это возмущение, он ослушался. Причём не потому, что я господствовать над ним хотел, я ему дал этот запрет. Я ему дал этот запрет, потому что я заботился о нём. Знал, что я хотел его уберечь от этой же проблемы, от этой боли. И понятно, что возмущение моё сильно, но я его люблю, и жалость, конечно, берёт верх, и я его утешаю, но ожог-то останется. И вот ожог и является вот это вот результатом, возмездием, то есть мы должны понять, что слово «возмездие», «возмездие за грех смерть», «возмездие» происходит со словом «мзда», «плата». Очень интересно, в 118-м псалме там порядка двадцати раз повторяется выражение «суды Божьи», и суд само слово, оно обозначает равновесие сейчас весов. То есть у Бога всё находится в балансе. Если этот баланс нарушен, вот суды Божьи все справедливы, баланс должен восстановить. Поэтому, допустим, за отобранную овечку нужно брать две, значит, компенсацию, а если ещё убил, то четыре. Ну вот, потому что просто «возвращенная овечка» не восстановит баланс весь полностью. Потому-то, допустим, смерть человека грешного не может забыть искуплением за грех, потому что всё, человек, его ценность не равна ценности того, каким он был до того. Потому-то нужна жертва безгрешного Иисуса. Простить-то Бог может, он милостив, но он же не только милостив, он ещё и справедлив. Но по своей справедливости, по своей любви он сам платит ту цену, которую человек уже более не в состоянии заплатить, потому что он утратил свою собственную ценность изначально, которая была. Он утратил ту славу, которой обладал изначально. И вот этот вот ожог от того, что снова пальцы в розетке, он и является вот этим вот возмездием, мздой платы. То, что нужно положить на час и весов, чтобы восстановить эту справедливость, чтобы восстановить суды Божьи, и определяется тем словом, которое произведено мзда как плата. Поэтому, когда он понимает, что возмездие за грех смерть, Бог не мстит, это не месть. Это результат. Поэтому и боль при родах, и труд при, значит, опять же, роды – это радость. Труд – это радость. Но это было исключительно радостью до грехопадения, а грехопадение – это всё сделало горькой радостью, больной радостью. Вот, до грехопадения ещё и был это самое, все были вегетарианцами, включая животных. После грехопадения мы не знаем, потому что запрета ещё, разрешения с мяса ещё не было, но люди уже много чего нарушили в том моменте, поэтому точно мы знать не можем. Ну, вот об этом мы, собственно, говорим и будем говорить больше. Бог устанавливает иерархию мужа по отношению к жене. То есть, не мужчины по отношению к женщине, а мужа по отношению к жене. Само слово, вообще-то, иерархия – это вот, иеру – это священные, а архия – это власть. То есть, Богом установленная власть. Но апостол Павел нам даёт заповедь не особо рассуждать сверх того, что написано. Поэтому, стоял он там рядом или не стоял он там рядом, мы не знаем. Да, предположить можно всё, что угодно. А аргумент от умолчания – это наиболее такая увлекательная сфера богословствования, когда мы можем уже придумать всё, что угодно, но мы этого не знаем. Закон не восстанавливает то, что было. Да, закон восстанавливает то, что было, отчасти лишь жертва Христа. А в полной мере оно будет восстановлено уже, когда будет новое небо и новая земля. Закон дан по причине греха для того, чтобы урегулировать жизнь уже в греховном состоянии. И без закона, собственно, о чём мы с вами сейчас остановились, что без закона урегулировки жизни не было. То есть до закона в его нынешнем понимании, где не только указания на то, что делать, чего не делать, но и указания, как наказывать за ослушание, не было до потопа. Бог дал человеку возможность самому это развить, человек не справился. Бог уничтожает этот мир и потом уже даёт первый закон уже после потопа. Об этом мы с вами, собственно, будем говорить после перерыва. Нет, это как раз, если сказать точнее, это не пункты закона, это пункты беззакония. То есть это вторая поэзия, которая закреплена, отображена в книге бытия. Если первые слова это были вообще, это были слова поэзии, но это слова были благодарности. То есть Бог дал, человек никаких усилий не прилагал для того, чтобы получить спутницу жизни. Бог сам дал ему самое лучшее, самое необходимое. И это, по сути, он прославляет её, на самом деле в этом он прославляет Бога, который ему это дал по благодати. То второе стихи, которые отображены, это уже словословие, человек славит самого себя. У человека появилось металл, оружие. По тем временам это было оружие массового уничтожения в сравнении с деревянными палками остальных. И он уже говорит, что теперь кто ко мне сунется, я за себя там в 70 раз темера. То есть он сам себе закон. Но мы подробно в римское право влазить не будем, но дело в том, что очень интересно, что в римском праве тоже понятие справедливости является ключевым и понятие законности является ключевым. То есть вообще римская система удивительная система, которая включала в себе и демократию, и тоталитаризм, и федерализм, и унитаризм одновременно. Потому что так долго просуществовало, что она была таким конгломератом. Но нам сейчас гораздо важнее, что нужно понять, что римское право уже произошло с пониманием, что закон происходит как откровение от богов, и что справедливость является ключевым понятием. В законе Хамурапии этого не было. Но римское право формируется уже гораздо позже и под влиянием закона Моисею в том числе. Нет, я думаю, что тут не религиозные повреждения, а чисто лингвистические. Потому что в Синодальном более архаичный язык, там речь идет о праведности. Но это одно и то же. То есть понятие правда, праведность, истинность, справедливость – это однокоренные понятия. То есть можно понять, что языки меняются. Сегодня утром было интересное обсуждение по переводу Журомского, когда он обсуждение на Фейсбуке выставляет перевод слова «баптидзо» – «крещение». И он говорит, что нужно брать как наиболее соответствующий эквивалент погружение. Но это опять же говорится о форме, а не о смысле. Потому что «бапто» – тоже погружение. Но «бапто» – это погружение, которое не меняет свойств. У древнегреческого поэта Евдоксуса есть кулинарная книга в стихах. И он там говорит о том, как надо мариновать огурцы. Он говорит, что сначала огурец надо «бапто» в кипяток, а потом «баптидзо» в рассо. В чем разница этих двух? Но дальше он приводит примеры перевода. И шикарный такой момент, что увидел Иоанн книжников и фарисеев, идущих на погружение. Идти на погружение – это уже фразеологизм из области подводных лодок. То есть как они пылили по течению на поверхности, а потом пошли на погружение. То есть язык – это очень сложная вещь, и мы об этом говорили на курсе кросс-культурного благовестия, кто присутствовал. Но всегда нужно понимать, что язык меняется. И тот перевод, который хорошо отображал в контексте прошлого, позапрошлого века понятия, сегодня уже зачастую не совсем адекватен. Мы остановились на том, что после потопа Бог уже устанавливает новый закон. Форм не в смысле, что поменялись принципы, а в смысле, что закон уже имеет форму обратной связи. То есть не только указания, которые были и до потопа, но и также к этим указаниям привязываются конкретные уже формы взыскания за их нарушения. Эта форма законодательства получила название у богословов «Ноев завет» или «Завет Бога с Ноем». И если по учению современному раввинистическому, закон Моисеев – это закон, который дан исключительно евреям. Что касается… и поэтому, в общем-то, неевреи за несоблюдение закона Моисеева по большому счету не отвечают. Но что касается Ноева завета – это завет, который был заключен со всеми людьми, потому что все люди являются потомками Ноя. То есть семь заповедей потомкам Ноя – это необходимый минимум, который Тора возлагает на все человечество, на каждого из людей. Выделяют семь элементов Ноева завета, все семь относятся к области запретов. Первое – это запрет идолопоклонства, вера в единого Бога. То есть есть только один Бог, он не только Бог верующих, но Бог и неверующих, он не только Бог евреев, он Бог всех народов. И если какой-то народ или какой-то человек не верит в единого Бога, это уже нарушение того, что Бог требует от всех людей, а не только лишь от евреев. Второе – запрет богохульства. С другой стороны, это требование почитания Бога. То есть мы должны не просто признавать, что Бог есть, но и его чтить, потому что без этого бесы тоже веруют и трепещут. То есть вера как признание факта, что Бог есть, сама по себе не является верой спасительной. Далее – запрет убийства, которым проявляется уважение к человеческой жизни. Мы уже говорили, кто прольет кровь человека, кто кровь того прольет за руку человека, потому что человек создан по образу и подобию Божьему. Запрет супружеской измены – уважение к семье. Запрет воровства, который проявляет уважение к имуществу ближнего. Запрет есть плод животного – уважение к живым существам. И это тоже отдельный момент. Впоследствии более подробно в законе Моисеем будет указано вообще запрет на кровь, употребление крови. И более того, в постановлении собора в 15 главе книги Деяния апостольских, где будет говориться о поклонении язычников, пришедших ко Христу, где будет сказано, что вообще они же поклонялись своим богам, они знают, что такое поклонение. Вот как они поклонялись, так пускай и поклоняются. Но при этом есть определенные наложенные запреты на те вещи, которые являлись частью языческого поклонения, а с поклонением Бога истинному они несовместимы. Это, значит, помните, да, что воздерживаться от блуда, от крови, от удавленного, от должертвенного. И очень часто пытаются… Такие еще были попытки, что это некий новый нравственный закон, вместо десяти заповедей дается, ничего подобного. Почему тогда, допустим, от крови нужно воздерживаться, а от воровства нет? Да. Или от блуда нужно воздерживаться, а от прелюбодеяния не нужно. Вот. Там вообще не идет речь о моральной. Там же добавляется вообще закон, что мой закон Моисеев во всех городах читается. Моральный закон всем известен. Но дело в том, что блуд являлся частью языческих богослужений. То есть храмовая проституция была довольно активно развита. Употребление крови, когда животное приносили в жертву, и тут же его кровь, горячую, еще пили, чтобы жизненная сила этого животного переходила в человека. Крещение кровью, когда, допустим, на огромной решетке животное приносили в жертву, под этой решеткой стоял тот, кто это животное в жертву приносит, и он в его крови крестился. Это все элементы языческого богослужения, которые несовместимы с поклонением истинного Богу. Что касается этого, то, опять же, у раввинов очень четкое правило – не рассуждать сверх того, что написано. Буквально написано в 9 главе – только плоть с кровью ее не ешьте. Вот, поэтому здесь вот расширять это мы не имеем права. Вот Моисея сказано – не есть плоть с кровью. То есть нельзя с живого животного отрезать кусок мяса и его сразу съесть, пока он еще с кровью. Чтоб не было, как в том анекдоте, когда почему у тебя во зря свинья на костыле бегает. Это говорит, хотел немножко холостас сделать, но не резай же целую свинью. Значит, и следующее – это запрет судить несправедливо. То есть суд должен быть справедлив. И это вот эти вот семь заповедей Ноевых, так называемых, они являются всеобщие. Все народы обязаны призывать Новый Завет. И маймонит, уже средневековый еврейский богослов, это уже в отдельное учение, в официальное учение это оформляет, что нееврей, который принял и соблюдает заповеди Ноевы, он получает статус жителя пришельца Герташав в стране Израиля и наследует Царство Небесное. То есть для нееврея, для наследования Царства Небесного достаточно соблюдения заповедей Ноевых. Для еврея недостаточно соблюдать все 613 заповедей Торы. Субтитры создавал DimaTorzok